приветствую всех на канале industrial tool меня зовут андрей и сегодня у меня на обзоре будет аккумуляторный кромочный фрезер от компании green works поставляется фрезер такой вот картонной красочной коробки сейчас мы ее распакуем посмотрим комплектацию и поговорим о том что помимо этого фрезера у меня еще есть на столе погнали давайте рассмотрим поближе здесь нарисован сам фрезер указано что на 24 вольта здесь нарисовано что бонусом идет богатая комплектация имеется бесщеточный мотор led подсветка 5 скоростей это что он беспроводной в три года гарантии с обратной стороны у нас такая картинка имеется единственная надпись на русском языке что это компактный фрезерный станок ну и также вот наклейки на русском языке роутер я так понимаю был сделан когда было еще 75 плюс инструментов на одном аккумуляторе 24 вольта сейчас уже этих инструментов по моему поболее намного давайте вскрывать комплекте у нас идет гарантийный талон инструкция вся полностью на русском языке то есть все инструменты green works они сертифицированы но для российского рынка далее здесь сам фрезер и с правой стороны итак из комплектации имеется три ключа два ключа для того чтобы открутить гайку для установки фрезы есть две санги а также 3 лет санга в комплекте имеется еще будут и шайба параллельный упор который можно собирать как вот таким образом он крепится базе так барашек затягивается также его можно собрать наоборот и здесь есть центровочное отверстие чтобы можно было вырезать круглые отверстия собирается вот так в инструкции также указано что существует база с рукояткой и погружная база которые не входят в комплект хотя я не знаю это как база называется погружная или нет таким образом она ослабляется и регулировать глубину в инструкции указано что желательно максимальная глубина выставлять 3 миллиметра за вот не более иначе фрезер будет перегреваться и кстати здесь есть защита от перегруза и перегрева и индикатор вот здесь есть лет подсветка она будет показывать если фрезер перегреется это мой первый в жизни фрезер я вообще фрезерами никогда не работал и поэтому не знаю для чего здесь еще есть два ключа но этот ключ немного понятное для ним под него есть болт но куда этот болт закручивать и что закреплять мне непонятно есть также вот такой ключик комплект идет три цанги две в коробке находились и одна цанга она уже установлена и как указано у нас на самой коробке это на 66 35 и 8 миллиметров и сразу мы видим обороты от 10 до 30 тысяч обороты у нас регулируются вот таким колесиком здесь есть пять ступеней и в инструкции есть таблича где указано на какой ступени какая будет частота вращения в комплекте есть пылеотвод который устанавливается вот на это место как раз вот теперь стало понятно мне для чего здесь есть маленький барашек закрепили фиксируем барашек на место теперь давайте установим фрезу на корпусе имеется кнопка блокировки шпинделя необходимо повернуть шпиндель чтобы отверстие совпало кнопкой блокировки и можно откручивать сразу дам совет если у вас очень сильно туго затянутая гайка не когда не пробуйте открутить ключом фиксируя шпиндель вот это с помощью этой кнопки иначе вы просто сломаете и также не включайте фрезер когда у вас заблокирован шпиндель и вообще меняйте фрезу всегда без аккумулятора если у вас прям сильно затянуто здесь для этого в комплектации специально есть два ключика один ключик удерживает шпиндель а второй ключ крутит гайку таким образом у вас корпус не треснет и останется целый это частая проблема я в сервисе работал часто приносят вот здесь прям трещина и трещина идет в корпусе полностью до самого подшипника то есть уже внутри получается подшипник не центруется и также в инструкции указано что не нужно затягивать гайку когда не установлена фреза иначе вы повредите цангу достаем нашу цангу до конца устанавливаем фрезу закручиваем гайку и затягиваем помощью именно ключей никаких блокировок шпинделей ни в коем случае иначе мы сломали блокировка шпинделя нужно только лишь чтобы так вручную открутить гайку когда она ослаблена чтобы не крутился корпус отдельно я приобрел вот такой комплект из пяти фрез такой интересной коробочки но фрезы можно сюда конечно не обязательно greenworks покупать как в любых производителей это я просто чисто для видео это сделал внутри у нас 5 фрез и указано как спереди так и сзади какой получится рисунок если мы будем применять каждую из этих фрез так как данный инструмент не комплектуется зарядным устройством и аккумулятором приобрести его необходимо отдельно поставляется вот в таких коробочках у меня 4 ампер часа аккумулятора на 24 вольт макс и простое зарядное устройство сейчас отдельно обо всем поговорим мне конкретно она приехала в такой коробке это здесь есть артикул 295 7107 до 295 7107 это комплектация то есть в коробке сразу идет и аккумулятор и зарядка аккумулятор здесь отличается от всех как сказать конкурентов других производителей тем что здесь именно 24 вольт макс не 20 вольт а 24 либо по-другому как вот на маките 18 вольт то здесь 21 и 6 вольта конкретно данный аккумулятор имеет емкость 4 ампер часа и 86 и 4 ватт в час производительностью и сразу спойлер такой небольшой для всех фанатов greenworks а эти аккумуляторы принципе уже больше не будут поставляться потому что greenworks выпустила уже новые аккумуляторы на ячейках повышенной емкости кто не знает у greenworks кстати своя свой завод по изготовлению аккумуляторов и аккумуляторы у них нормальные качественные теперь давайте перейдем к зарядному зарядное здесь вот такое вы скажете наверное что это за фигня такая на проводе хотя скажу честно выглядит она довольно качественно как будто вот берешь какой-нибудь вещь типа телевизор соневский или ноутбук какой-нибудь дорогой но пластик здесь прям видно что дорогой да это устройство проводное для чего как я думаю это сделано я вообще люблю смотреть во всех вещах какие-нибудь положительные стороны вот так оно крепится дело в том что данное зарядное устройство стоит всего 1990 по моему рублей ну короче 2 рубля если вы впервые покупаете инструмент greenworks скорее всего вы вот как примерно здесь купите тушку и вам нужно будет купить отдельно аккумулятор и отдельное зарядное устройство да у greenworks есть и быстрое зарядное устройство и двухпортовое зарядное устройство нормальное нормального форм-фактора вот вы видите их на экране но чтобы меньше тратиться и либо просто попробовать инструмент может быть он вам не понравится присмотреться к нему можно просто вот всего лишь за 2000 купить вот такую зарядку и на первое время пользоваться когда появится больше инструмента когда уже вы поймете что да инструмент мне нравится мне заходит буду пользоваться можно уже расширять линейку и покупать нормальное зарядное устройство либо я не знаю может быть есть либо вы потом уже приобретете какой-нибудь комплект уже с большой зарядкой быстрый а на первое время вполне себе удачное решение ну и давайте установим аккумулятор на аккумуляторе имеется индикация зарядки причем она нормальная если могут нажали один раз и индикатор светится как про некоторое время поставлю минимальную скорость и так нажимаем разблокировку шпинделя у нас включается индикатор и и включаем кнопку питания а 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 можно как сразу выключить кнопкой раз блокировки либо а а вот таким образом кнопкой включения если мы отключили кнопкой включения и оставили вот так с подсветкой через некоторое время подсветка отключится и питание тоже отключится обратите внимание что винтики здесь идут под торкс это кстати говорит о том что продукция популярная в сша вообще она больше поставляется для американского рынка это видно по коробкам для американского европейского больше мне кажется как для американского а сейчас она уже начинает и в россии набирать популярность если мы откроем youtube есть очень много блогеров которые прям плотно сидят на greenworks и так открутили 4 винта и у нас сразу вот так приподнялась крышечка потому что здесь скорее всего как и во всех фрезерах волновая пружина должна быть посмотрим есть она там нету я схему не смотрел скажу сразу снимаем корпус внутри штеропластовая там вставлена проставка корпус подшипника так сказать здесь как я и говорил волновая шайба подшипник 6003 RS я не знаю что это за фирма с ybs так теперь нам необходимо открутить еще один винт а нет даже два еще винта и есть сверху скоба вот здесь имеется скоба ее нужно будет извлечь аккуратно я кстати не разбирал еще ни одного аккумуляторного именно фрезера кромочного ни одной компании поэтому не могу сказать также здесь сделано не так же как в каком-либо другом мы такие ролики видели у папа-карлы где в принципе они все получаются вообще одинаковые и роторы подходят даже от 40 вольтового так я взял крючочек да вот скобочку вот эту сняли отсюда и теперь можно располовинивать внутрь видим статор ротор контроллер и клеммная колодка давайте все достанем и подсветка здесь счет аккуратненько спрятана так извлекли вот таким образом выглядит изнутри корпус зелененький здесь значит подсветка идет вместе с контроллером не отсоединяется отсоединяется у нас статор питание статора контроллеру идет вот на гильзах здесь контрольные провода на датчике холла отсоединяются ну то есть принципе все это меняется регулировка оборотов идет прямо на самом контроллере колесико также можно извлечь на клею немножко но кнопочки можно извлечь включение выключение клеммная колодка вот такая идет здесь три провода используется вместо четырех хотя она идет на 4 давайте извлечем ротор ротор вот таким образом выглядит крыльчатка задний подшипник этой же фирмы 607 ну и аккуратненько статор похож на макитовский кстати очень сильно в принципе все собираем ну что предлагаю пройтись вот такой фрезой вот здесь мы сейчас пропилим выберем паз с помощью параллельного упора первый раз пробую вообще ни разу не только ремонтировал фрезеры именно работать ни разу в жизни не работал ставлю максимальную скорость не знаю кстати на каких скоростях надо это делать а а а а а а а а а вот кстати без опыта в конце у меня ушло когда параллельный упор кончился вот так прям смотрите вот видите в конце ушел но это мои кривые руки все приходит с опытом теперь давайте сейчас надену пылезащитную эту пылеулов и вытащу пылесос сейчас аккумуляторный пылесос макита имеем не знаю нужны тут переходники какие есть еще такой скорее всего тут напрямую должно подойти без морковки да подходит прямо идеально без каких-либо переходников к макитовскому шлану сейчас соединяем и пробуем включаю пылесос поехали и и а и и и идеально давайте что-нибудь вот эту возьмем поставил фрезу ставлю аккумулятор тоже не знаю как начинать правильно ни разу не пробовал включая пылесос погнали понятно в эту сторону нельзя вести ну вот давайте заценим ну вот вот такая вот красивая штучка получилось прикольно здесь я назад повел неправильно его туда кинула ну как бы опыта нет у меня поэтому все приходит с опытом блин круто ну что закончили мы фрезеровать вот такой результат получился интересный для меня интересный инструмент так как это первый мой опыт но я так понимаю это еще познавать и познавать столярное это дело если конкретно заинтересоваться но в хозяйстве лишним сразу скажу не будет уже есть мысли что сделать я не помню сказал ли вам в ролике чем отличаются от 18 вольтовых 20 вольтовых инструментов здесь просто два ряда по 6 банок а в 20 вольтовых инструментах два ряда по 5 банок то есть там 10 банок тут аж 12 банок поэтому работает дольше плюс еще как я сказал выйдут новые абсолютно аккумуляторы у которых мощность будет еще больше на этом прощаюсь с вами до новых встреч всем пока